искушение духа блуда что это значит мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова познания прошлом подкасте первой части мы говорили о том как нечистый дух и конкретно дух блуда используют греховные мысли человек не одержим нечистым духом тут как бы со стороны приходят нечистые мысли извне тактика искушение духа для того чтобы принести в жизнь человека разрушение в сфере взаимоотношений например развод смена церкви разорвать бизнес деловые отношения со времен пятидесятницы все кто приходит богу с верой в иисуса христа получают исполненный духа святого поэтому эти люди одержимы быть не могут так как дух святой это творец они чистые духи и сатана дьявол это творение когда приходит дух святой бог то все нечистое автоматически покидает это место поэтому мы так детально рассматриваем именно влияние искушение духа нечистого в современное время мы называем это духовной атакой наш враг не атакует постоянно он ждет удобного момента если брать конкретно духа блуда ждет кризиса взаимоотношений появившегося между людьми дьявол и его духи никуда не спешат они всегда ждут удобного момента духи блуда ждут кризиса взаимоотношений именно в этой ситуации делают атаку любая ссора и маленький кризис это своего рода болезнь у человека и в это время он слаб и во время этой слабости дух блуда атакует влияет на нас атака в двух направлениях во первых напрямую через мысли во вторых через друзей в этом подкасте мы обсудим как распознать и противостоять духовным атакам частности влиянию через друзей мы рассмотрим как дух блуда может использовать людей вокруг нас чтобы влиять на них и навязывать нам свою волю присоединяйтесь к нам чтобы узнать о духовной войне и о том как обрести свободу и защиту в божьей воле не забудьте подписаться на более вдохновляющий контент о духовном росте из и самозащите от искушений защита вашего духа как распознать и противостоять влиянию через друзей сегодня мы не будем углубляться в тему атаки греховными мыслями или искушение духа блуда мы об этом говорили прошлом подкасте влияние духа блуда что это значит открываем секрет греховной мысли мы остановимся и разберем духовную атаку так называемое влияние через друзей где рассмотрим как нечистый дух дух блуда может использовать окружающих нас людей влиять на них навязывая своей воле обычное искушение приходит через окружающих нас людей обычно чужих людей мы не посвящаем свои взаимоотношения так ведь а вот ближние наши тут другой вопрос помните давайте откроем евангелие от матфея 16 главу стих 22 23 и отозвав его петр начал прикословить ему будь милости к себе господь господи да не будет этого с тобою он же обратившись сказал петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но что человеческое это евангелие от матфея 16 глава стих 22 23 давайте представим эту ситуацию это очень интересно если читать в контексте то есть что говорится сначала этой главы и следующую 17 то тут такая ситуация любовь и забота петра иисус христос собрав учеников спросил за кого его принимают люди одни говорили за учителя другие говорили за пророка знаете друзья как и сейчас 200 лет спустя время меняется а люди остаются неизменчивы так вот только петр сказал что он иисус христос вообще откроем евангелие от матфея 16 глава стихи 16 по 18 симон же петр отвечая сказал ты христос сын бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах я говорю тебе ты петр и носим камни и создан церковь мою и врата ада не одолеют ее это евангелие от матфея 16 глава стихи 16 по 18 за пару дней господь говорит петру что он получил откровение от бога этой и ему это сам бог отец мой сущий на небесах рассказал что он христос сын бога живого это происходило перед всеми учениками а когда он сказал конечно все ученики не совсем понимали что это значит стих 18 я говорю тебе ты петр и носим камни я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее представлять эту ситуацию что пережил себе петр и ученики такое услышать при всех учениках открытый разум и сердце но господь через это откровение увидел другое что бог уже открывает разум и сердце готовит учеников к делу христа он начал открыто говорить что ему предстоит много пострадать от книжников и фарисеев но это пока было открыто только для учеников и вот во времена такого урока объяснение для учеников буквально через несколько дней отозвав его петр начал прикословить ему будь милости к себе господи да не будет этого с тобою но это происходило не при всех петр отозвал его в сторону после слова петра и реакции господа стих 23 он же обратившись сказал петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но что человеческое просто представьте что чувствовал петр наверное многие из нас просто ушли бы из церкви и никогда не пришли обратно но это не мы с вами так братья сестры мы любим бога и никогда не покинем церковь христа и всеми силами будем служить ему скажите аминь что чувствовал петр тогда просто ученик а после апостол петр иисус христос знал что все это будет происходить но он верит людям и нам с вами через и через время действительно создал церковь свою но вернемся во время диалога петра и господа иисус христос не позвал учеников и не обличал петра при всех что он сделал а просто рассказал что такое воля божья а также сказал стих 28 истинно говорю вам есть некоторые из из стоящих здесь которые не вкусят смерти как уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем утверди братьев твоих читаем дальше евангелие да откроем следующую главу и читаем про проображение господне как вы думаете господь больше не подпускал к себе петра буквально через шесть дней открываем евангелие от матфея 17 глава стих 1 по прошествии дней шести взял иисус петра иакова и иоанна брата его и возвел их на гору высокую одних это евангелие от матфея 17 глава 1 стих до и петр был среди тех кто первым увидел иисуса христа во славе его сначала камень потом сатана потом вместе с иисусом на гору потом и ты некогда обратившись утверди братьев твоих интересная история друзья если вам понравилось поставьте лайк случае с иисусом христом сатана пытался повлиять на господа через петра а как духи блуда могут повлиять на нас с вами случае с христом с кем господь разговаривал у кого спрашивал с кем большинстве общался и кто первый узнает о его страданиях конечно его ближние ученики и кто был с ним и через кого сатана пытается искушать иисуса христа конечно через его ближних учеников и кто был с ним а через кого дуб луда будет искушать человека конечно через его ближних друзей и кто рядом с ним как нам относиться таким людям друзьям так же как иисус христос петром идите с ним на гору преображения идите на гору где есть бог идите к богу это ваши друзья они хотели и хотят всегда самого хорошего но но есть но они предлагают вам свой выход из ситуации на свое усмотрение но есть воля человеческая а есть воля божья если вам придет такой друг и предложит вам такой выход из ситуации разрыв взаимоотношений скажите ему у бога есть свое мнение я поступлю как он скажет и идите с ним церковь скажите друзьями во втором защита от духовных атак искушение духа или влияние через друзей это когда у человека кризис взаимоотношений у человека будь то семья церковь бизнес к нам к нам приходят люди которые готовы выслушать нас это хорошо и это нормально поддержать подобных ситуациях это очень правильно но иногда до блуда использует такой метод и во первых с вами будет сопереживать во вторых с вами обсуждать вашего противника сплетничать перемывать косточки в третьих всегда будет и в это время будет восхвалять вас даже льстить друзья это еще допустимо но даже если эти последние два пункта будут у вашего друга насторожитесь здесь дух блуда будет маскироваться под ангелом света но есть четвертый пункт это обязательно даст вам выход из этой ситуации разорвать взаимоотношения здесь будет очень тонкая тактика это могут такие слова фразы а вот с тем стой будет лучше там хорошо и там тебя хорошо примут там тебя не обидят фразы которые покажут что тут тебя не любят а там обязательно будет намного лучше и конец конечно действия разведись оставь церковь кинь партнера по бизнесу но это уловка ловушка с единственной целью оставить тебя одного разрушить семью чтобы ты оставил церковь разорвал потёрств партнерские отношения с партнером разрушишь семью неизвестно будет ли она опять у тебя уйдешь из церкви неизвестно вернешься ли отношения с партнером бизнесе весь бизнес под угрозой и духу блуда абсолютно безразлично что будет с тобой всегда помните что люди которые могут вас искушать быть под влиянием могут и не подозревать об этом не обвиняйте их это все влияние искушение духа нечистого и духовного мира они могут иметь хорошие намерения и это была их слабость ни в коем случае не обвиняйте их в такой ситуации главное это как вы себя поведете то есть именно ваша реакция эти люди всего лишь под влиянием то есть дух блуда посылает мысли которые человек принимает за свои говорит вам противостояние влияния преодолевая искушение духа блуда как же нам не попасться в такую ловушку как искушение духа блуда дорог решений в каждой ситуации много если будет кризис взаимоотношений сколько друзей столько и мнений даже у вас будет свое решение но есть воля божия на всю вашу жизнь и на данный случай посмотрим как решил такую ситуацию господь откроем все тоже евангелие от матфея 16 главу стих 23 он же обратившись сказал петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие на что человеческое это евангелие от матфея 16 глава 23 стих до есть только один выход это поступить и принимать только то что бог говорит на данную ситуацию что делать молитва помолись и попросил духа святого чтобы он показал что вам делать расскажите ему свою ситуацию не стесняйтесь отец небесный знает вас еще до того как вы придете к нему с молитвой помолитесь и расскажите ему все и попросите спросите как вам поступить и бог откроет вам покажет вам место из библии как иисус христос поступал и это и будет воля божья быть милостивым хотел сказать еще вот что братья сестры конечно ох уж эти окружающие нас но всегда помните что и мы бываем иногда слабы и мы также можем стать камнем преткновения для окружающих мы всего лишь люди человеке из крови и плоти будьте милостивы и к вам будут милостивы друзья есть десятки тысяч людей вокруг нас которые безразличны к нам и конечно не никогда не придут к нам с поддержкой цените тех людей ближних которые в трудную минуту с вами их очень мало как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели говорили о диалоге господа иисуса христа немного затрагивали сатану более того мы еще много будем говорить на темы которые касаются духовного мира нечистых духов сатаны но это не для запугивания просто понимание правильное понимание некоторых вещей делает нас свободными есть плейлист есть плейлист одержимость влияния духов где вы сможете взять больше информации на этом блоге и конечно говорим о боге иисусе христе и духе святом подписывайтесь и будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире с вашего позволения сегодня я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровения духа святого то конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам когда вы ставите мне нравится лайк или или делитесь рассказать друзьям вы помогаете спасить служению спасения и распространению слова божьего аминь аминь